Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норильский никель». Здравствуйте! Вы в «Спортивном клубе». С вами Горгий Аргян, и мы расскажем о самых интересных спортивных событиях недели. Главная тема программы – в Красноярск приехали представители Международной Федерации студенческого спорта. Герои программы – победитель первенства России по боксу Александр Хохлов и президент Краевой Федерации УШУ Михаил Натуральный. Итак, в Красноярск приехали представители Международной Федерации студенческого спорта. Делегаты провели трехдневный семинар, целью которого было собрать все заинтересованные стороны и скоординировать работу, а также осмотрели и оценили степень готовности красноярских спортивных объектов к универсиаде 2019 года. Директор зимних универсиад ФИСУ Милан Августин в своем приветственном слове подчеркнул, делегация приехала не учить, а поделиться знаниями и обменяться опытом. Во время семинара обсудили все ключевые моменты – от управления деревней студенческих игр до транспортировки гостей и участников. На этом семинаре мы видим, что концепция, стратегическая концепция очень хорошо понятна вашим людям здесь, а теперь уже оргкомитету надо разработать по функциональным департам с этой точки зрения все планы, которые мы здесь обсуждаем. Генеральный секретарь дирекции зимней универсиады 2013 Филиппо Бацинелло уверен, для нашего города студенческие игры – знаковое событие. Красноярск получил возможность заявить о себе на весь мир, как в свое время это удалось сделать его родному Трентино. Хочу сказать о том, какую международную узнаваемость получил наш регион. Конечно, о нас знали в большинстве европейских стран, так как у нас находится альпийский горнолыжный курорт, но известность во всем мире мы получили только после проведения универсиады. Гости высоко оценили готовность спортивных объектов. Приятно удивил Ледовый дворец Арена Север. По мнению Милана Августина, он достойно примет фигурное катание и шорт-трек. Похвалили за хорошую инфраструктуру местную академию биатлона. Отметили, что после реконструкции она станет объектом мирового уровня. Особое впечатление произвел на делегатов фам-парк Бобровый лог. Это один из тех объектов, который уже имеет развитую инфраструктуру и трассы, сертифицированные на международном уровне. Я был удивлен этим хорошим объектом, потому что это очень близко к городу. Люди имеют очень хорошую возможность идти кататься на лыжах. И я думаю, что это очень хорошее наследие для нашей молодежи. К универсиаде фан-парк планируют реконструировать. Оборудуют 15 лыжных трасс, построят дополнительный спортивно-тренерский блок, установят системы видеотрансляции. На данный момент подготовлены 14 трасс разной степени сложности. Мы готовимся в соответствии с утвержденным графиком. Поэтому на сегодня, в апреле, мы заканчиваем проектирование спортивно-тренерского блока. На следующей неделе уже приступаем к подготовке площадки под строительство. У нас стадия завершения проектирования по расширению горноложных склонов, по модернизации системы искусственного снижения. В этом году все идет по плану. Стоит отметить, что готовая площадка Бобрового Лога сократит общие затраты на универсиаду. В свое время генеральный партнер универсиады 2019, компания Норильский Никель, вложила в строительство фан-парка 65 миллионов евро. Для подготовки к студенческим играм в Красноярске ГМК выделит более миллиарда рублей. Александр Хохлов стал победителем первенства России по боксу. Этот титул красноярцы не выигрывали уже три года. Из своих 15 лет боксом Александр занимается 10. Это золото – главное достижение в карьере Саши. До этого он трижды возвращался домой с бронзовыми и серебряными трофеями. Парень говорит, сначала испытывал шок, долго не мог поверить, но потом понял, что в этой победе нет ничего сверхъестественного. Желание тренироваться все равно каждый день, думать об этом, жить этим. Впервые Саша перешагнул порог зала, когда его сверстников был сон-час в детском саду. На протяжении 10 лет он непрерывно занимается боксом. Я пришел маленьким мальчишкой, взяли, внимание не обращали, но так постепенно, постепенно полюбил бокс, и заметить его стало невозможно. Жгучее желание заниматься этим суровым видом спорта возникло после того, как он увидел одну из серий отечественного сериала «Парни из стали». И вспомним с улыбкой себя пацанами и тренера-батю, что жизнь не учил, какими мы впереди, такими остались. Простые рабочие парни из стали, здесь наши любимые песни звучали. После этой сцены маленький Саша стал просить родителей записать его в секцию бокса. Ну прыг такой, он каждый день, мама, я хочу на бокс, мама, я хочу боксом заниматься, папа ему покупал диски, там Костя Дзю смотрел, вот он увидел у Кости Дзю эту косичку, мама, давай отрастим косичку. Вот у нас эти проблемы были отрастить, это же надо все заплетать, я каждое утро дочку заплетала, его заплетала, и вот мы отрастили такую косичку. Мама Александра держит в руках первые боксерские перчатки сына. С того момента, как он впервые их надел, бокс для него стал смыслом жизни. Благодаря этому родители Саши нашли способ, как повысить успеваемость сына. Понимаете, для него было самым суровым наказанием, если я ему говорила, что ты не пойдешь на тренировку. Вот у нас проблемы были там двойка раз по-русскому. Все, Саша, ты занимаешься, ты сегодня не пойдешь на тренировку. У него, вы знаете, он сидел там, что-то писал, рисовал, главное, чтобы не пропускать тренировку. Сейчас в его комнате не найти место, где бы не висела бы грамота или медаль. Все полки заставлены кубками. Некоторые медали за досрочные победы. Эта медаль, еще какие, да здесь много, я уже, честно, то не помню. Вот эта медаль точно. Там у меня два боя даже явным преимуществом было. Еще какие. Еще вон Железногорск, которое там явное было в финале, да. Последняя и пока что самая главная победа Александра дала ему право выступить на первенстве Европы и сделала его первым номером сборной. Красноярская команда по черлигингу готовится к чемпионату России. В прошлом году она вошла в десятку сильнейших. О нашей команде и об этом экзотическом виде спорта. Прямо сейчас. При слове «черлидинг» перед глазами возникают картинки из американских кинофильмов. Спорзинные девушки и парни заводят толпу болельщиков на спортивных соревнованиях. Но не все знают, что черлидинг – самостоятельный и очень зрелищный вид спорта. Это ребята из команды «Редьяр» – красноярской группы поддержки. А это Лена Шевцова – флайер команды. «Флай» значит летать. Ее роль, пожалуй, самая экстремальная. Эту храбрую девушку подбрасывают вверх на несколько метров. И в свободном падении она должна исполнить зрелищный акробатический трюк. Есть какой-то предел, который тебя останавливает. Но ты понимаешь, что нужно, что это для команды. И ты стараешься сделать все возможное, что от тебя зависит. Один из базовых элементов черлидинга – это станд. Так называют поддержки в два уровня, когда вверх поднимают или подбрасывают одного человека. Кстати, флайеры должны весить не больше 54 килограмм. Иначе кетчерам, тем, кто подбрасывает и ловит флайеров, придется туго. Она летит до четвертого этажа почти. Что-то много сказал до третьего. Ну и ее ловить надо. Ну страшно бывает. Больше всего в черлидинге ценится пирамида. Пирамидой называется фигура из соединенных между собой стантов. Она бывает в два или в три уровня. Ее основание называют базой. Там самые крепкие члены команды. Кетчер, он как помощник базы. То есть стоит сзади, как бы ловит, получается, руки флайера. И помогает в станте. Рыдьяр – это смешанная команда. Здесь выступают и девушки, и парни. А ведь когда-то черлидинг был исключительно мужским занятием. Но можно смело предположить, что с приходом девчонок этот вид спорта только прибавил зрелищности. Да и не только. Теперь я понимаю, почему эти парни стали черлидерами. Только посмотрите, какая у них партнерша. Ну конечно, нельзя забывать о кричалках. Они поражают своим разнообразием и креативностью. Кричалки бывают на самые разные темы. О спорте, о победе, а также можно использовать на тему команды, которую поддерживают черлидеры. Оценивается текст кричалки, ну и, конечно же, ее исполнение. В прошлом году наша команда принимала участие в чемпионате России. Для красноярцев это был дебют. Однако Рыдьяру удалось попасть в десятку лучших. Большой футбол в Красноярске. 18 апреля в футбол-арене Красноярский Енисей примет одного из лидеров первенства футбольной национальной лиги. Волгарь из Астрахани. Начало встречи в 19.00. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают. Не жги сухую траву, будет пожар. При обнаружении травяного или лесного пожара звони 8 800 194 00. А теперь наша традиционная рубрика «Разговор». Сегодня у нас в гостях президент Крайовой Федерации УШУ Михаил Натуральный. Он расскажет о своем отношении к великому Брюсу Ли и о легендарном Шаолинском монастыре. Как вы сами начали заниматься УШУ? Интересно было. Когда мы начинали заниматься УШУ, и карате было запрещено, мы смотрели фильмы, искали какие-то книги, делились друг с другом. А потом я поступил в Красноярский госуниверситет, и там уже была секция, был учитель, и мы начали заниматься. Причем это был настоящий Шаолинь, это был Цигун, тогда это только там было. И постепенно, постепенно, постепенно интерес начал перерастать уже через какое-то время, там с разными периодами жизни, он начал перерастать уже в профессиональную деятельность. Вы же, у вас же было три стажировки в Шаолине? Две. Две. Многое вам дало? Значит, в 1997 году мы стажировались, тогда стажировались у мастера Фудзи Чена по стилю Хун Цуань. На самом деле, это первое мое знакомство с шаолиньским мастером УШУ. Человек 78 лет, он всю жизнь тренировался, и он сохранил в себе вот огромное количество жизненной силы, именно вот такое позитиво, просто мощи. Он делал то, что мы тогда не могли за ним повторить, именно просто физически, по растяжке, по прыжкам. То есть вот впечатление было просто огромное. Ну и тренировки были очень жесткие, то есть там 30 градусов, жара. То есть китайские мастера, они не понимают, допустим, что европейцы там выше их ростом, и им очень тяжело садиться в традиционные шаолинские позиции. А он говорит, нет, пока вы не сядете, значит, вот будете это тренировать. Вот так мы и тренировались. Но это дает свой результат, то есть появляется внутреннее понимание. То есть очень важно, очень важно учиться у настоящего мастера. Потому что можно сколько угодно заниматься самому, можно сколько угодно заниматься по книгам. Но если вы начали заниматься, попали к настоящему мастеру, вы за год получаете больше, чем вы получили бы за 10 лет занимаясь самому. Более того, вы вообще самостоятельно этого не достигнете. Вот мой нынешний учитель Дигваюн, он сравнивает себя с проводником восхождения в горы. Он говорит, вот есть гора, я ваш проводник, я знаю дорогу, я знаю тропу. Я вас доведу туда. Тяжело будет, долго будет, но я вас приведу туда, к вершине. А если нет проводника, вы никуда не пойдете, не попадете туда просто. Это невозможно. То есть вы там или упрете, допустим, в ответственную стену придется возвращаться. Или можно просто с пропасть упасть. И занимаясь Дигваюна, допустим, я за 3 года узнал о ушу больше, чем за предыдущие 15. Потому что настоящий мастер, он учит, дает такие тонкости, он на самом деле учит еще своим присутствием. То есть он тебя просто поправляет, что-то показывает, и ты понимаешь, что раз, раскрываются какие-то вещи. Приходит понимание более высокого уровня. Поэтому очень важно, конечно, заниматься у хорошего учителя. Я вообще говорю, чтобы воспитать, ну, это сейчас мы говорили о традиционном ушу, просто о его совершенствовании. А вообще по спорту, чтобы вырастить спортсмена, должно быть 4 составляющих. Первый должен быть сам ребенок, само зерно настоящее. То есть у него должно быть правильный внутренний настрой. Он должен быть внутри правильный. То есть он должен стремиться тренироваться. У него должно быть умение отличать важное от второстепенного. То есть должно быть хорошее сердце, самое главное. То есть если он такой, какой-то там завистливый, где-то корыстный в какую-то сторону, где-то там, цельность должна быть внутренняя. Если есть трещина, ничего не получится. Даже давление трещина разорвет просто. Должен быть именно сам спортсмен хороший. Второе, должен быть тренер. Должны быть правильные тренерские методики. Если их нет, тоже, опять же, ничего не получится. То есть тренер их просто не доведет, или где-то на каком-то моменте сломает, или уведет не туда. То есть зависит, конечно, огромное все это результат от тренера. Третье, это родители. Если и первое есть, и второе есть, а родители не хотят, чтобы ребенок занимался, или они решили, достиг какой-то результата, и говорят, а мы пойдем, может быть, в другой вид спорта, который коммерческий, в котором можно больше денег зарабатывать. Или просто ребенка не поддерживают внутренне. То есть тоже ничего не получится. По фильмам китайским, Шаолин, это легендарный монастырь, да? Какая там атмосфера внутри? Это буддийский храм. Это большой буддийский комплекс, в первую очередь. Когда ты приходишь, туда ходит, на самом деле, очень много китайцев туда ходит, приезжают туристы. То есть просто сделать именно буддийское поклонение. Там проходят буддийские службы. Не все монахи занимаются ушу. То есть занимаются те, кто хочет заниматься. То есть есть, опять же, разделение. Кто-то, скажем так, военные монахи, есть мирные монахи. То есть хочет заниматься просто молитвой, медитацией занимаешься. Хочешь заниматься ушу, занимаешься ушу. Они занимаются сном по вечерам. То есть такого, как в кино, на самом деле, конечно же, нет. Я там был... Дело в том, что я там был последний раз в 2000 году. Тогда вокруг монастыря было порядка 30 академий, школ. Вот со всего Китая. То есть там занимались, конечно, там занимались. У меня было по 4 тренировки в день, когда я туда приезжал. Это 8 часов тренировок было. Это было на короткое время. Потому что время ограничено. Все стоит больших денег. Я занимался 8 часов в день. И вообще занимаются дети. Также отдают детей, скажем так, в интернат. Как у нас спорт-интернат. У них половина времени уходит на учебную программу образовательную. И половина времени уходит на тренировки. То есть 4 часа они учатся, 4 часа тренируются. До сих пор идут споры по поводу эффективности навыков Брюса Ли, легендарного. Вы поняли, какое мнение по этому поводу у китайских мастеров? Как они к нему относятся? Китайцы очень не уважают Брюса Ли. На самом деле. Я очень тоже его уважаю. Но даже нисколько. Не так, чтобы за то, что он великий мастер, весь мир ушу перед ним в большом долгу. Если бы не было Брюса Ли, не было бы ушу в таком виде, в котором есть сейчас. На самом деле возрождение ушу в Китае началось с Брюса Ли. То есть знали, что в Китае есть какой-то бокс. Есть и есть какие-то народные, какие-то боевые искусства. Тут появляется Брюс Ли и начинает снимать свои потрясающие фильмы. Весь мир просто приходит в восторг. Все начинают интересоваться, что это такое вообще кунг-фу. А Китай в Китае, правительство Китая говорит, слушайте, раз такое есть, что же мы выпускаем, что у нас такое, значит, такие ценности, оказывается, у нас есть. Давайте его развивать. И начали обращать внимание на... Собрали мастеров, которые остались. И начали обращать внимание на развитие ушу. Вот оно пришло в тот вид, который есть сейчас. Ну вот и все. Встретимся в следующую субботу в 12.30 в программе «Спортивный клуб». Не пропустите, и вы узнаете о спорте больше. Удачи! Спонсор программы «Спортивный клуб» – компания «Норильский никель». Спасибо за субботу!